Кулинков-Смаилова возглавляет Совет матерей Северо-Казахстанской области. Продвигая семейные ценности, традиции и обычаи, она, как и её коллеги, отвечают за формирование толерантного отношения казахстанцев друг к другу, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Через объяснение философии, мировосприятия, традиции и обычаев казахского народа, который веками, проживая на огромной территории, очень малочисленная, сумела выстроить такой мир, в котором отсутствовало, вот за все века никогда не было межрелигиозных войн, межнациональных войн. В самой культуре, философии казахского народа уже изначально обходить острые углы. Всё в казахского народа сделано кругом. Круг – это их дом, наш дом, юрта, предметы обихода. Это уже в мировосприятии, в философии казахов. Сегодня активисты и общественники из разных уголков страны стали участниками общереспубликанского лектория, посвященного казахстанской модели межэтнического согласия и общенационального единства. Как говорят присутствующие, воспитывать уважение друг к другу надо в семье, а уже после говорить о школе, друзьях, обществе. Причем рассказывать о религиях, национальностях, родине нужно даже самым маленьким. Главный инструмент в этой работе – сказки. Например, сказка «Розовые фламинго». Она повествует о кургальжино и о прекрасных птицах фламинго, которые занесены в Красную книгу, которые прилетают к нам в Казахстане. Это символ, это ярко. Или, например, сказка «Хазгалдак тюльпан». Ведь в Казахстане произрастает почти, вообще в мире известно, 500 разновидностей тюльпана. И, по сути, тюльпан Грейга, который растет на юге Казахстана, или Шренга, который растет в Кургальжино. Карагандинском. Наша земля богата цветами. И, конечно, хочется, чтобы эти цветы мы сами снова производили, не покупали в Голландии. Рассказать о культуре и традициях можно и через творчество, говорят участники лектория. Именно поэтому, помимо теоретических занятий, организовали прикладную выставку. Для зрителей предметы быта, музыкальные инструменты, национальные наряды и картины из войлока. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН.